Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Упал с 6 метров на веревочном парке. Очередной инцидент на детском аттракционе. В чем причина? Два месяца до масштабных муниципальных выборов в сентябре. Чем отличается эта компания? Спасти человека из подземелья или вытащить пассажира из горящего авто. Краевые журналисты на день стали спасателями. Подросток упал с 6-метровой высоты в веревочном парке в Нагорной части Барнаула. ЧП произошло из-за обрыва страховочного троса. И это не единственное происшествие, о котором мы сегодня узнали. Подробности расскажет Дмитрий Дроздов. Инцидент произошел здесь, в одном из веревочных парков города Барнаула. Как сообщает прокуратура, 13-летний мальчик проходил полосу препятствий по детской трассе. Как и положено, ребенок был пристегнут к страховочному тросу. Но именно он мальчика и подвел. Трос оборвался, так сообщают правоохранительные органы. Сейчас мальчик находится в краевой детской больнице с закрытыми переломами правой седалищной кости, крестца и правой лучевой кости, сообщают правоохранители. Известно, что он был с другими детьми и в сопровождении взрослых. Здесь компания праздновала день рождения одного из детей. В какой момент отдых пошел не так? По неподтвержденной информации, инструкторы официально не трудоустроены, хотя работают здесь достаточно давно. Профильного образования у них нет, нет и сертификатов о безопасности. После вчерашнего происшествия в парке пусто и, как мы видим, административный домик закрыт на замок. Сегодня у нас парк закрыт и он будет закрыт до того момента, пока мы не поймем, что и где у нас не так и почему это произошло. Парк работать не будет. Мы пока сами, честно говоря, не понимаем, что произошло. Мы сейчас будем разбираться, выяснять причины, если нужно заказывать нужной экспертизой. Мы были вчера в больнице, мы сразу выехали и в парк, и в больницу, и в одно, и в другое. То есть были там на месте, чтобы понимать, что, как. И помощь мы будем оказывать, такую, какая понадобится, ну потому что это дети. Следователями проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Кстати, это уже не первое происшествие за это лето, связанное с детским отдыхом. В конце июня в Новоалтайске на веревочном парке девочка запуталась в страховочном снаряжении, и веревка стянула шею ребенка и начала ее душить. С признаками асфиксии школьницу доставили в больницу, сейчас ее состояние оценивают как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Не так давно, 18 июня, ЧП произошло в развлекательном центре Барнаула. При прыжке на батуте девочка получила травму трех позвонков. Прокуратура проводит проверку. А это одно из самых страшных происшествий на аттракционах края. Произошло почти год назад. 31 мая 2021 года в районе Докучаева батут взлетел в воздух вместе с детьми. Две маленькие девочки упали на землю с высоты нескольких метров на расположенные поблизости трамвайные пути. Их состояние оценивали как тяжелое и крайне тяжелое. Она ртом шевелит, губками, но звука у нее нет. Единственный у нее звук – это хныканье выходит. Вот такое вот. Основание черепа тоже треснуло, кость основания черепа. А именно в этой части мозга отвечают рецепторы за речь. Спустя год мама девочки рассказала, что речь и слух возвращаются. Ребенок начинает ходить. Происшествие на аттракционах, к сожалению, происходит регулярно. Алтайские депутаты предлагают ужесточить ответственность для владельцев и внести административное правонарушение за неправильную эксплуатацию. Что касается недавнего ЧП, известно, что аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю. По поручению прокурора края Антона Германа организована проверка. Чтобы оценить соблюдение мер безопасности при эксплуатации спорткомплекса, следком проводит доследственную проверку. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Ровно два месяца остается до выборов в Барнаульскую городскую думу. Накануне Центральная комиссия приняла документы Вячеслава Франка, который также участвует в выборах от «Единой России». Подробности далее. Единый день голосования не за горами. Не так давно «Единая Россия» утвердила тройку кандидатов на выборы в Барнаульскую городскую думу. Ее возглавил глава города. Вячеслав Франк сам попросил однопартийцев поддержать его в качестве лидера тройки единороссов. Также среди кандидатов от «Единой России» Галина Буевич и Владимир Отмашкин. Отметим, что они не участвуют в праймерис. Тройку выбрала сама партия. Накануне Центральная избирательная комиссия приняла документы от Вячеслава Франка, которые необходимы для выдвижения кандидатов в депутаты городской думы. Также единороссы представили документы на весь список команды Франка. Всего 83 кандидата из муниципального списка и одномандатных избирательных округов. Добавим, что 2 июля Центральная комиссия приняла документы от партии «Новые люди». На сегодняшний день «Новые люди», КПРФ, «Единая Россия» и ЛДПР уже провели конференции, определившись со своими кандидатами в Гордуму. Напомним, выборы в 8-й созыв Барнаульской городской думы состоятся через два месяца. Они пройдут в течение трех дней – 9, 10 и 11 сентября. Ирина Корчагина, День с толком. Муниципальные выборы, которые пройдут в сентябре, уже отличаются тем, что средний возраст кандидатов заметно помолодел. И поэтому главная борьба за голоса, по мнению политологов, развернется в интернет-пространстве. Но будут ли активные избиратели? На что будут давить кандидаты и в чем они сейчас ограничены? Об этом расскажет Татьяна Голубева. Время пришло. Почти все эксперты говорят, партийный состав сильно изменился. Много молодежи и новых лиц, которых в политике раньше не было. Даже в КПРФ, партии, которую всегда ассоциировали со зрелым и даже пожилым составом, самому взрослому кандидату в Барнаульскую городдуму, небезызвестному Юрию Красильникову, 46. Наверное, средний возраст практически у всех партий будет 35 лет. Это все равно свидетельствует о смене поколений во власти. И в любом случае приход новых идей, новых людей, которые стоят за этими идеями. Это всегда во благо. Как показала молодежная команда «Единой России», многие молодые, которые просто бегают, просто ходят, просто общаются с избирателями, показывают иногда лучшие результаты. Тем более, что это запрос на новые имена, на молодые лица и так далее, чем это были бы более пожилые кандидаты. Правда, и электорат, те, кто, собственно, и будут делать выбор, тоже изменился. За годы пандемии произошла убыль населения, ведь именно пожилые люди, по словам политологов, всегда ходили на выборы. Опять же, этот электорат может отличаться, потому что, как я уже сказала, муниципальные выборы всегда вызывают меньший интерес у граждан. И, как правило, на них приходят те, кто должен, как бы, скажем так, на них прийти, в каком плане, что те, кто мобилизуется партиями, а не так, как ходят на президентские выборы, на выборы в Госдуму, потому что интересно, потому что посмотреть. Как будет идти агитационная кампания, политологам тоже понятно. Внешняя политика России точно вне зоны обсуждения. У оппозиции на сегодняшний момент очень сильно, по сути дела, будет ограничена в возможности критики как раз. Критики действующей политики, критики системы управления. На сегодняшний момент перед ними очень сложный выбор. Критиковать региональную и местную власть, уходя от федеральной повестки, либо пытаться просто играть у тезиса, могло бы быть лучше, что называется. Муниципальные выборы, как правило, не поднимаются до высоких материй, а остаются на решении обычных проблем обычных граждан. Основная борьба между кандидатами будет происходить в интернет-пространстве, уверены эксперты. Еще и потому, что кандидаты в основном люди молодые. К слову, Барнаульской городской думе пророчат серьезные изменения в составе, как это в прошлом году произошло в краевом парламенте. Это явно должно пойти на пользу городской думе, с тем, что и городская дума будет наконец-то превращаться в представительный орган, где будут схватываться разные мнения по городским разным проблемам. В борьбе за большинство мандатов, как и в минувшем году в ЭКЗС, нынче в Гордуму могут столкнуться единороссы и КПРФ. Но и справедливо-россы, и новые люди, а также ЛДПР от борьбы ни в коем случае не откажутся. Так что, по мнению политологов, выборы уж точно будут конкурентными. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Приемная кампания ВУЗы продолжается. Известно, что уже сегодня бюджетных мест хватит не всем. Сейчас документы подали почти 11 тысяч абитуриентов. Это на 2 тысячи больше от количества бюджетных мест. На этот раз их в крае 9 тысяч. Уже понятны и популярные направления. Прикладная информатика, стоматология, а также государственное и муниципальное управление. Говорить о том, что школьники остаются, пока рано. Да, выпускников школ было 11 тысяч, но все они охотно пользуются правом подавать документы сразу в несколько вузов. Золотодобытчикам запретили добывать дорогой металл в Солонешинском районе. Эту информацию нам подтвердили в региональном министерстве природы. После государственной экспертизы организации «Артель Солнечная» отказали в проекте освоения лесов для добычи рассыпного золота в долинах рек Солонешина и Щепета. Дело в том, что на территории произрастают редкие краснокнижные виды растений. Соответственно, любая деятельность, которая ведет к сокращению их численности, запрещена. Отметим, «Артель» не первый год пытается начать добычу золота в Солонешинском районе. Как сообщил директор организации Сергей Матвеев информационному агентству «Банкфакс», фирма не собирается сдаваться и в этот раз, устранит замечания и подаст проект на рассмотрение повторно. Матвеев считает, что растения можно пересадить в ботанический сад, а после добычи вернуть на прежнее место. Однако в Минприроды считают, что полностью восстановить участок вряд ли удастся. Ведь, судя по прошлому участку золотодобычи компании, за пару лет они провели рекультивацию лишь частично. Отдыхающие на реке Ляпиха загорают, лежа почти на мусоре, который, естественно, сами когда-то и оставили. Ляпиха – небольшая река в научном городке. Это излюбленное место многих барнаульцев. Только почему-то накануне оттуда увезли больше 60 мешков мусора. Продолжит Ирина Корчагина. Дети гуляют, потом режутся. Сами же все это делают люди. Сезон порезов открыт. Бутылки, пластик, игрушки, автомобильные коврики. Что только не встретится на пляже у реки Ляпиха. Сюда приезжают не только жители научного городка, жители всего города. Несмотря на то, что рядом с пляжем есть контейнеры, отдыхающие все равно не доносят туда свой мусор и устраивают вот такие стихийные свалки. И потом рядом с ними же лежат и загорают. Накануне экоактивисты бросили клич в соцсетях. В итоге спасти Ляпиху от стекла и пластика пришло около 20 человек. Всего за несколько часов добровольцы собрали 63 мешка мусора. Мы не зря такой день выбрали, чтобы наша экологическая акция, чтобы она была показательная, чтобы кто-то задумался. Воспитание же начинается вот с вот такого возраста маленького, чтобы ребятишки спросили, кто такие вот. Кто-то задумается, кто-то может присоединиться, чтобы будет хорошо. Каждый раз, когда я нахожу день на рыбалке или в лес выхожу за грибами, я всегда благодарю природу и забираю с собой мусор. Не важно, немножко я увезу или много, не важно сколько, это все равно будет уже глад в чистоту края и в чистоту вообще нашего мира. Впереди еще пол лета. Пляж, рыбалка, шашлыки. Но только волонтеры знают, какой ценой природе обходится этот отдых. В октябре прошлого года они убрали с ляпихи более 300 мешков мусора. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Тем временем уже порядка 500 водителей в Барнауле оштрафовали за выезд на выделенку. Такие данные приводят в мэрии. И это только те водители, которые попались сотрудникам ГИБДД. А ведь всех нарушителей зачастую поймать невозможно. Например, на пересечении улицы Аносова и проспекта Калинина ежедневно сотни барнаульцев выезжают на выделенную полосу для общественного транспорта. Только далеко не все водители нарушают осознанно. В нашу редакцию обратились жители города, которые считают, что предупреждающих знаков, которые уже установлены на месте, недостаточно. Водители попросту их не замечают. Однако в мэрии заявили, что нарушители лукавят. Скорее всего, водители совершают эти нарушения осознанно. Потому что хотят объехать большую заторовую ситуацию. Ну, в том числе и на улице Северо-Западной и на проспекте Калинина. Также в городской администрации пояснили, что дорожные знаки на улице Аносова установлены по ГОСТу и их видимость обеспечена в полном объеме. Так что каких-то дополнительных знаков не предвидится. Возможно, водители станут внимательнее, когда на выделенках появятся камеры, то есть уже ближе к осени. 90 лет гражданской обороне. Весомый повод, чтобы вспомнить тех, кто ежедневно спасает десятки жизней. Например, пострадавших из ДТП или маленького ребенка, который попросту застрял в трубе. Чтобы ощутить, каково это, для алтайских журналистов придумали квест «Гражданская оборона». Анастасия Наборщикова испытала его на себе. В заброшенном корпусе девушка. Сквозь огонь дым и тоннели. К ней идут журналисты. Интервью она уже не даст. Но спасатели поставили задачу – найти ее как можно скорее и не получить штрафные баллы. Вот это было внезапно. Здесь нет профессиональных спасателей. Чтобы почувствовать суть их работы, в ведомстве придумали вот такой квест. На тренировочном поле два десятка корреспондентов. Всего четыре испытания. Полевые поиски, подземелья и горящие авто после ДТП. Уровень сложности для новичков. Я люблю свою работу. Я люблю быть журналистом. Я не хочу быть спасателем. Тяжелее было оператору. Ему приходилось откладывать камеру, чтобы помочь надеть каску или противогаз. Вообще, среди команд мужчин было немного, а в группе толковых Дмитрий Ворсин был один. Всплеск такой энергии, да. И она, я скажу, четыре мероприятия, да, четыре, как мы их назовем. Испытания. Испытания, да. В принципе, если такие четыре испытания в день спасатель испытывает, то, наверное, это все-таки для человека, наверное, это стресс все-таки тяжело. Во время паники ничего правильно сделать невозможно. Практически все, что они там делают в панике, это, понимаете, дело в том, что даже пострадавшие, сразу вот вроде, чтобы ему помочь, начинают его вытаскивать. Вытаскивать сразу нельзя. Его сначала надо максимально демобилизовать для того, чтобы он ничего дополнительно не навредит человеку. Наверняка сейчас там лежит человек в кучу сена. Парашютист. Наша задача оказать медпомощь и доставить его обратно туда. Спасатели говорят, еще одна проблема людей – незнание. Наша команда потратила не одну минуту, чтобы вспомнить уроки ОБЖ в школе. Потому про оперативность забыли все. Зато каждую жертву удалось спасти. Кстати, сегодня спасатели готовы обучать и закрывать пробелы. На базе Алтайского управления, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности функционирует еще и учебно-методический центр. Ради бога, приходите, обращайтесь. Мы готовы. По итогу наша команда не показала лучшее время. Но заняла третье место, совершив лишь одну ошибку на первом этапе. Здание разрушенного производственного корпуса нужно было обесточить. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова